Строители, археологи, реставраторы сейчас вместе изучают тоннель, который накануне обнаружили на центральной площади города. Сооружение нашли при обустройстве котлована для сухого фонтана. Все земельные работы сразу приостановили. Конечно же нужно установить, обладает ли данный объект признаками культурного наследия, представляет ли он историку культурную ценность. Мы здесь привлекли для выполнения этих работ аттестованного Министерством культуры эксперта Попова Александра Николаевича, который на основании всех полученных здесь при исследовании материалов как раз и будет делать определенные выводы по данному объекту. Тоннель пролегает на глубине около 4,5 метров под землей, уточнил директор учебно-научного музея ДВФУ Александр Попов. В ближайшее время при помощи геодезических инструментов специалисты сделают все необходимые измерения объекта. Возможно эта конструкция имеет тоже свою историю, связанную с тем, что это действующее сооружение, не буду говорить ливневая она, или канализационная, или еще какая-то, мы работаем с нашими коллегами-специалистами, она тоже перестраивалась, на ней тоже возможны следы. И более того, даже конструктивные детали у них появились в гораздо более позднее время. За слов эксперта, изучая слои земли, породы других материалов, которые следуют друг за другом, можно предположить, как в свое время застраивалась и перестраивалась площадь. Так, выше найденного тоннеля на уровне полутора-двух метров находятся остатки бывшей булыжной мостовой. Здесь, скорее всего, такая мостовая рабочего характера абсолютно, то есть камень, видите, достаточно бесформенный, а вот эта вот более заглаженная поверхность, скорее всего, образовалась не от того, что ее заглаживали, а просто от использования колеса телег, людские ноги и так далее. Также Александр отметил, что помимо мостовой здесь были сад и цирк Шапито. Что же касается найденного тоннеля, то пока эксперты не оценят его историческую значимость, строители не продолжат начатое. Алина Черненко, Денис Фадеев, Новости на Восьмом.